Доброго всем времени суток, друзья! Меня зовут Дмитрий Медведев. Я проходил службу войсковой части 8890 Куменсдорфгут, это второй спецбатальон по обильным пригодам. Это было с 1991 по 1994 год. Мне было ровно 21 год, когда я туда приехал. И вот прошел еще 21 год. И я опять приехал сюда посмотреть, как здесь дела. Может, вам тоже будет интересно, что здесь изменилось и что произошло с нашей обильной бригадой. Сейчас я выехал только что со Шпиленберга и направляюсь по нашей знакомой дорожке в Куменсдорфгут. Вот она составляет 3 километра, как вы помните. Каждый из нас, кто там служил, проходил пешком эти 3 километра или проезжал на Камазе, на Урале и так далее. Сейчас попытаюсь вам развернуть камеру. Вот она эта дорожка. Ничего не изменилось. Все такая же хорошая, ровная. И такие же столбики по бокам стоят. Ну, теперь еще я проследую 3 километра. И мы посмотрим, что же случилось с нашей бывшей любимой автобригадой. Ну вот, подъезжаем к Куменсдорфгуту. Осталось совсем считанные метры. И вот, если видите, табличка Куменсдорфгут. Ее еще никто не снял. Он так и стоит. Теперь осталось до нашего перекрестка доехать и повернуть направо. И мы увидим, что же там происходит. Автобусные остановки стоят с другой стороны. Лукинвальда-Барут. Знакомые всем названия. И вот теперь поворачиваем направо. Самый главный поворот. Шонефель 5 километров. Лукинвальда 17. Все, наверное, в Лукинвальде были. С левой стороны у нас какое-то оборудование немецкое уже стоит. С правой стороны лес. Если честно, 21 год уже прошел. Поэтому я не очень хорошо уже помню, как здесь было расположение. Помню, что по правую сторону были жилые дома. Шлагбаум и так далее. И где-то здесь. Вот здесь это был наш военный городок с правой стороны. А сейчас там деревья. И все заросло. Есть какие-то домики. Но я не знаю, живут там или нет. Или они наши заброшены. Ну, потом зайдем, посмотрим. А, нет, у них все выбиты окна. Они стоят разрушенные. Ну, я туда зайду, потом поснимаю немножко. Я думаю, ничего страшного не будет. Вот поворот направо, где мы с вами заворачиваем. А тут, как видите, все заросло. Все заросло. И даже наше КПП видно. Да, время идет 20 лет, как не бывало. А вроде совсем недавно я здесь вот шел на службу каждый день. В 8 часов переходил этот переезд, так называемый, кукушка. Помните, как тут ходила? Туда, сюда, туда, сюда. И сдавала звуки. Да, вот смотрите, видите, куда мы заходили на замке ворота. Вот они, видите. И все. И туда и не зайти даже. Может быть, я даже не поднимаю, только из-за забора. Да, здесь совсем никто не живет. КПП наше сломано. Вот видно, видите, даже расположение, где находился второй батальон. И наливники, если я не ошибаюсь, в правой части этого здания. Наливники. Слева, если-то сейчас я пересеку вот этот вот путь, по которому тоже мы с вами ездили постоянно. Кукушечный. Кукушечный путь. И доеду до этого забора, до этого КПП, разрушенного КПП. Полностью разрушенного КПП, как вы видите. Вот оно. Вот. КПП разрушенное. Ну и какие-то немецкие надписи я по-немецки не умею читать. Ну подъеду поближе уж, раз приехал. Вот здесь когда-то я в наряде стоял, по КПП дежурным. Вот что представляет сейчас наша бывшая воинская часть. Сейчас я припаркую машину, выйду и постараюсь вам понагляднее показать, поудобнее, чтобы не через стекло машина. Ну вот, я подошел поближе к этому разрушенному забору. Туда я, наверное, перепрыгивать не буду. Разрушенное здание полностью, скажем так. Не здание, ну не жилое здание, не разрушенное. Вот. Стекла выбиты. Ну и, в общем-то, никто там не живет. Ни для чего немцы это не предназначили. Все заросло. В общем, музей. Наверное, так. Я бы, конечно, прошел туда. Посмотрел, что там творится. Ну, немцы народ такой, что еще и возьмут меня. За это дело привлекут. Может быть, у них не положено. Теперь разверну немножко камеру и покажу вам, что происходит с нашим бывшим общежитиями. Или домами. Вот отсюда не очень хорошо видно. Но я туда подъеду поближе. И более-менее отчетливо вам это покажу. Мне повезло. Я сейчас только что договорился с security, с охраной. И я сейчас перепрыгнул через эту калитку. И даже смогу походить вокруг этого здания, где у нас был плац, наверное, посмотрю. Где у нас был штаб, наверное, увидим. А пока, вот посмотрите, по этой линии мы же с вами ездили на железнодорожной дороге. На кукушке. Так вон, видите, это наша станция. Разваленное, разваленное здание. Тоже она никому здесь не нужна. Все огорожено забором. И туда не пройти. Даже в наши дома и квартиры тоже, наверное, не попасть. Но я потом попробую, если получится. Ну все. Полез через забор. А вот наша разрушенная КПП. Кто-то здесь тоже службу проходил. А здесь вот машина командира бригады стояла раньше. Под охраной. У дежурного по КПП. Вот я проник на территорию нашей части. Пойдем дальше. Здесь уже все больше похоже на заповедник и на какой-то музей. Я уже даже не помню, что здесь слева было. Какое-то здание. Иду по той дороге, по которой обычно ходил на службу. Вот в этом вот крыле и располагалась войсковая полевая почта 8890. Так, вот я обходил этот угол и оказывался на плацу. Интересно, что там здесь. Плац почистили. Интересно или нет. Давайте обойдем отсюда. Вау! Все покрыто зеленью. Абсолютно все. Мох. Деревья. Опа. Подвал. Да, круто. Где же наш плац? Ооо. Вот подъезд, перед которым мы строились. А теперь забито гвоздями и немецкие надписи. Да. Не использовали наше здание немцы. Ненужные они им. Ну, пойдемте на плац. Сколько мы там сапоги стоптали с ботинками. А теперь там деревья растут. Вот и башня наша. Знаете? Если я не ошибаюсь, здесь была санчасть. И мы лечили. Вернее, нас лечили. Ну да. Не касалось тут уже 20 лет рука человека. Все заросло. Ну-ка, интересно. Что у нас там дальше будет? О, трибуна плаца. Солдатики здесь ходили. Честь отдавали. Уравнение направо. Ну, пойдем, зайдем за угол. Что там будет интересно? Что нас ждет? Любовь здесь больше не живет. Это однозначно. А не здесь ли была тропинка в мое офицерское общежитие? Проверим. Что-то там вот из-за кустов такое видно, но тут же невозможно пройти. Здесь же лес големый уже. Ну, я попытаюсь добраться. Не зря же я приехал за две тысячи километров. Здесь грибы только теперь собирать, а не служить. Тяжело прорваться сквозь ветки. Но если я не ошибаюсь, я попал сюда. Вот она, моя родная. Да. Даже лапочка сохранилась. Наверное, с утра тут кто-то с чашкой кофе курил из офицеров. Вот она. Сейчас. Отойду чуть-чуть подальше, чтобы полностью вам показать. Вот вход. Я даже не знаю, заходить туда или нет. Ну, может быть, чуть-чуть только по ступенькам, а то еще обрушится на меня. Тут наверняка 20 лет уже никто не ходил. Но я попытаюсь, рискну. вот здесь-то, по-моему, сидел у нас. Как сейчас называется? Рецепшн здесь был. А здесь, по-моему, душ. Каждое утро я ходил сюда в душ. Точно. Вот он, родной. Все на месте. Даже можно помыться. Здесь уже комнаты, наверное, были. Я уж не помню. Ну, ладно. Вот второй этаж. Ну-ка, может, мне повезет. Я даже в свою комнату зайду. Хотя тут уголенные провода. Опасно. Может, если приехал, чуть пол не провалился. Ничего себе. По-моему, вот это моя комната. Или вот эта. Нет. Вот эта. Вот здесь ожил. 21 год назад. Боюсь, что пол на первый этаж провалится. Очень плохо. Опа. Да, пойду каять сюда. Все хрустит. А то не уеду обратно. Больше в здание заходить не буду. Покажу только внешнюю часть. Что еще найду. Окей? Ну, вот это я пошел по направлению ко второму классу. Туда, в сторону парка. Вот какое-то здание. Я уже даже не помню, что здесь было. А вот это не куфли, где дискотеки мы плясали. Может быть, мне удастся дойти до второго плаца вот здесь, который был подальше, в сторону парка. Может, до автопарка я точно не дойду. Слишком далеко. А тут вообще забором что-то огорожено. Конкретно. Вот какое-то здание. Это же бассейн. Ялки пал. Вот это, по-моему, бассейн. Если я не ошибаюсь. Да, вроде бы был. Вот он бассейн. Хорошо видно, кстати. Ну, а вот там вот уже пустовато. Я думал, зайду в воинскую часть, а взглянул в лес. Смотришь. Игрульно 20 лет назад бурлило построение марши. Солдатики. Ну, теперь вот. Так, может быть, пойти с этой стороны. И пройти бы еще туда. А вот я, наверное, и дошел до своего бывшего плаца. Да? Вот это вот казарма солдатская. И вот я выхожу в гордой поступе с троевым шагом на наш родной плац. Оп! Стой! Раз-два! Ну, в принципе, покажу вам обзор. Наверное, на этом мы закончим. По крайней мере, здесь, на месте. Именно в части я имею в виду. Может, попытаюсь еще в военный офицерский городок с ней. До парка смысла нету идти, потому что там то же самое, еще хуже. Так что возвращаюсь обратно. Ближе к офицерским домам. Вот отсюда хорошо видно второе крыло этого здания. вот оно торчит. И плац хорошо видно. Вот здесь я служил, если не ошибаюсь, на втором этаже в подчинении Войценко Александра Петровича, командира батальона ПП-8890. Сюда командир бригады частенько поднимался для того, чтобы ему честь отдавали. Вот здесь обзор более-менее неплохой. Вот левое крыло. Ну, везде, конечно. Даже стекла еще стоит. Вот. Вход. Кто по этим ступенькам не раз поднимался, будет, наверное, интересно. Туда я, наверное, не пойду, потому что у меня уже есть горький опыт. Чуть не провалился в офицерском общежитии, где жил. Потому что все крупляво. Вход закрыт. Можно через окно. Время не пощадило даже ступеньки. Вот здесь неплохо видно штат тоже. А вот это крыло на левняков. Узнаете четвертый бат? Это ваше пристанище. Ну-ка, подойду по входу, покажу вам. Товарищ Богданов Олег тут служил. Сюда даже можно зайти. Кто-то выломал дверь. Может, она со временем просто так вышла. Дайте солярку, ребят. Да, вот здесь вот еще даже асфальт остался. Вот наша вторая батальон 80-70-90 остаточки. Давайте я с этой стороны обойду, чтобы привычнее мне так все-таки ходил долго. Вот она. Красивое наше здание. У нас там, правда, в отличие от наливного батальона вход закрыт, дверь забита. Ух ты! Что-то там гремит. Окна могут вывалиться. Может быть, поаккуратнее смотреть наверх. Так, мы эту нашу вот уже видели. Ну, все. Теперь я выпрыгиваю из-за забора. Кто помнит, вот здесь вот здание еще есть. Я не помню, что там было. Так, мы с вами ходили, товарищи офицеры и прапорщики, в наше жилище, в наше общежитие, квартира, дома. Вот я имею возможность спустя 20 лет прогуляться по этой дорожке, по которой гуляли мы с вами. Вот она. Кто по-немецки умеет читать? Читайте. Я три года прослужил и научился. Сейчас же ли об этом КПП. Конечно, мне его никто не откроет теперь, придется перепрыгнуть через него и наглым образом, наверное, потом прорваться через дорожные пути и зайти на территорию офицерского городка. Там тоже, наверное, нельзя ходить. Но я пока не буду никого спрашивать. Надеюсь, меня тут не арестуют. Так, ну что, полезем? Оп. Раз, два, три. Все. Посмотрим направо и налево. Не переедет ли нас поезд. направо чисто, налево. Налево тоже чисто. А вот это уже офицерский городок. Ну что, прыгнем через забор. Меня штрафуют? Меня здесь интересно. Мне придется вот на эту блюду подняться. Ну вот, видите, правда, незаконным образом, но я залезу на вот эту вот территорию. вот здесь мы поворачивали. Сейчас тут уже нельзя повернуть. Вот он, наши офицерские дома. Может быть, меня отсюда не выгонят. И я успею вам показать. Вот. Все разрушено. Я-то в каком доме живу, я даже уже не помню. По-моему, вот в этом. Да, по-моему, вот в этом доме я жил. Здесь еще товарищ Васильченко жил. Олег. Командир 3-й роты 2-го батальона. Полевая почта 80-890 по соседству. Вот. Интересно, наверное, будет посмотреть, что здесь со временем произошло. Здесь хотя бы дороги есть, можно идти. Уже радует. Но все неживое. Все неживое. Все заросшее. Может быть, у кого-то это вызовет ностальгии. Поэтому, собственно говоря, я и здесь, чтобы показать вам, чтобы вы вспомнили события 20-летней давности. А для кого-то и больше, кстати. Для кого-то и 40-летний, может быть. Вот, собственно говоря, разбитые стекла, нежилые помещения. для нас они с вами все равно родные. Правильно? Даже не вспомню, где мое окно было. То ли вот это было, то ли вот это было. Если я не ошибаюсь, а-а-а, вспомнил, вспомнил, военторг. Военторг. Мы до него тоже, наверное, доберемся, по-моему. Если я не ошибаюсь, тут это и есть. Военторг. Ого! Кролик побежал. Ничего себе. Прямо как по лесу. Опа! Вот здесь я уже вижу. Или вот здесь военторг был. Я уже не помню, если честно. А вот твой дом помню. Хорошо. Только что-то не вижу подъезда. Где они хоть есть? А может, это и не будет? Может, нет подъезда? Там дальше видно дом. Кто-то и там жил. может, кому-то будет интересно. Интересно, маркировки это наши сохранились. 20 лет до сих пор. Хорошая краска. советская краска. Сейчас покажу вам. Видите? 246. Хм! Надо же! Хорошая краска. Советская, русская. Хорошая краска. Хорошая краска. Хорошая краска. В принципе, дальше идти. Одновременные смыслы. Все. Одновременно тоже. Покажу вам последнюю аллейку, которая туда идет. И там по ходу темный лес. И пойду на выход. Ну вот, в общем-то и все. Вся экскурсия по нашей с вами автомобильной бригаде. Вот. Ну и осталось только отъехать от КПП нашей автомобильной бригады. Кто хочет, тот может поехать со мной. Вперед. Последний раз, наверное, перееду через железнодорожные пути. Кукушки нету. Все в порядке. До свидания, родной военный городок. Пока-пока. Через 20 лет увидимся еще. Какой же это год-то будет? 42-й? Да. Знаменательно. Даже 41-й почти. 100 лет после начала военной вести. Да. А, нет, не 41-й. Это 30-й. 21-й. Вернее, 31-й. Так. Ну, в общем-то, вот мы и уехали. Поворачиваем налево. Машин нет. Вот какой-то знакомый домик, я уже не помню, что такое немцы или наши. Ну и все, опять по хорошим немецким дорогам. Дорогам. Вот они-то как раз здесь и без изменения. В отличие от нашей с вами войской части. Мы едем в сторону Шпиленберга. Привет летчикам. Шпиленбергским. Там летная часть какая-то у нас была, если я не ошибаюсь. Вот здесь вот справа дом какой-то, кстати, тоже без окон. Да, 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 да. Ну, у него хорошее подсостояние. Вон новый какой-то, видимо, построили. Вот только и вывели сразу. Остановка. Была, по-моему, тут остановка. Музей. Музей написано. Это, наверное, наш музей. Для немцев. Вот магазин немецкий, с левой стороны проехали. Вот домики, Каштет тут, по-моему, был. Ну и все. Вот выезжаем, собственно, на центральную дорогу. Налево Цос, он указатель, видите. Направо парк. Кто куда у нас с вами ездил. А я, например, приходил на эту дорогу, ловил попутку, которая останавливалась практически постоянно, каждая вторая машина. И ехал куда хочется. Хоть на другой конец Германии бесплатно. Ну, в то время, не знаю, как сейчас. Вот бар вот 11 километров направо. Трактор какой-то мне тут дорогу пересекает. Вот, собственно, мой вздорвуд. Здесь тоже есть и Гаштет. И с населением мы были знакомы 20 лет назад. Ну и все. Вот и закончилась моя экскурсия по автомобильной бригаде Куменс-дорвудах. Всего доброго. Кому было интересно, рад. Что новее воспоминания какие-то может быть приятные для кого-то. Скорее всего. Ну, так же, в принципе, как и для меня. Кстати, решил продолжить немножко нашу экскурсию. Вот въезд в город Шпилинберг. Здесь вот тоже железнодорожная дорога. Пересекаем. И вот как раз сейчас будет заезд туда. Ну, в принципе, здесь все без изменений. Все чистенько, аккуратно. В отличие от нашей своему воинской части, здесь люди живут. И, соответственно, все делают для своего житья. Особие изменения. Такие же здания, такие же поля. Такая же прекрасная дорога. Вот название Жпилинберг. Частенько здесь бывали. Кстати, тут совсем рядышком у нас дома, в Сосын и так далее. Раньше, да, раньше на электричках и пешком было все далеко. Теперь все это рядом. Ну, а все, теперь уже до свидания. Всего доброго. Здоровья всем и счастья. Ну, и кого это видео не оставило равнодушным, кто испытал положительные эмоции, напишите об этом в комментариях, поставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы через 20 лет не пропустить очередной репортаж. Всем удачи и здоровья.